Я прошу прощения. Значит, что бы я хотела сказать? Я считаю, что в ближайший год полтора является ключевыми для России, потому что сейчас сомкнулись три самые сложные проблемы во внешней политике и во внутренней. Во внешней политике это сирийский кризис, украинский кризис, санкции, антисанкции и так далее. Внутри это стагнация и поиски дна экономического в условиях, когда перемешались как политические риски, так и экономические. Поскольку я прекрасно понимаю, что у вас огромный рейтинг 85% поддержки среди населения в связи с многими событиями, но те, кто обеспечивает этот рейтинг, они нуждаются в рабочих местах. А рабочие места создают те, кто обладает огромной силой воли в таких условиях работать, рисковать, идти на эти риски и отвечать за свои риски. Таких людей немного. Это и называется на глазах исчезающий наш средний класс. Почему исчезающий? Потому что уезжает, потому что родители отправляют детей, и вы об этом знаете. Я езжу по регионам, и поскольку моя аудитория именно они, то у меня накопился опыт наблюдения, и меня настораживает ситуация, которая сейчас возникла в России. Креативный, свободный, мирный, неагрессивный человек с открытым разумом, обладающий большой культурой, как своей личной ответственности, когда он работает или в частном секторе, или делает бизнес. Он, в общем-то, тот хомо сапиенс, который является сейчас ключевым в условиях экономики, которую мы разворачиваем от ресурсной к имбо-то замещаемой, или назовем это так, прогрессивной, современной. Но он себя сейчас очень плохо чувствует. Он себя плохо чувствует, в общем, ощущая себя жертвой, овцой, с которой снимает последние остатки шерсти. Но, во-первых, это связано со здоровьем, потому что импортозапрещение идет быстрее, чем импортозамещение. Особенно это касается серьезных болезней, онкобольных, ну и текущих тоже. То есть чиновничья вертикаль запрещает ввоз оборудования, особенно для людей с тяжелейшими дыхательными болезнями. Ко мне обращаются, ко мне телевидение обращается, чтобы как-то помогать. Нет таких запретов. Эти товары не входят в список товаров, ограниченных ввозу Российской Федерации. Правильно. Но происходит, знаете, как на Западе, там то же самое. Нет запретов на кредитование со стороны некоторых банков, нет людей, которые подходят под эти списки, но все равно на всякий случай ограничены. Начинается волна. Волна такого популизма, что давайте создадим все свое, и у нас все будет хорошо, а человек болеет каждый день. И это средний класс волнует очень серьезно, потому что качество жизни для среднего класса является тем уровнем, на котором он готов уже с него стартовать и рисковать. Второе – это поборы. Но тоже становится впечатлением, что мы много говорим о малом бизнесе, но есть проблемы. Все же понимают, что сборный капитальный ремонт – это фактически денежный оброк. Потому что не каждый дом нужно ремонтировать, никто не знает, когда его будут ремонтировать. Все прекрасно понимают, что даже когда этот ремонт происходит, каким образом он происходит, я его пережила дважды и понимала, какая там коррупция, воровство и беспредел. И теперь со всех людей, физических лиц, собирают деньги, которые пойдут в какой-то общий фонд капитального ремонта, и дальше все потерялось в общем фонде. Это понимаете, да? И вы знаете, вроде мелочь. Люди средний класс, да, у них должны быть... А вы знаете, раздражает, да, потому что люди и так рискуют, и так им тяжело. И в общем-то это тоже не приносит никакого удовлетворения в будущем. И последнее. По поводу развития малого бизнеса. Ну, столько говорим, столько уже, кто только не бьется, и столько отчетов позитивных. Но вот поверьте мне, я езжу по регионам и вижу, как там все завидает, вянет. И это очень зависит от губернатора. Очень. Если повезло, и губернатор готов, и идет навстречу, начинает шевелиться. Но если не повезло, ничего не происходит и зависит только от того, насколько, как бы, я не знаю, из центра пойдет такая волна, что захватит остальное. То есть я заканчиваю одним простым... простой фрагм. Креативный человек. Может быть, он неудобен для власти, может быть, он ее критикует, но только он может создавать реальную конкурентную экономику, современную, без вытягивания государственного бюджета и околачивания вокруг чиновничества. Но этот человек должен видеть и в телевидении аналитические интересные программы, а не бесконечное шоу. Он должен спокойно чувствовать себя в любом музее, понимая, что никто не ворвется и с криками, что это безобразие не снесет все экспонаты только потому, что они кому-то не нравятся. Он должен понимать, что его не будут обирать, а будут его поддерживать. И правила игры такие, при которых у него есть какая-то перспектива. Если этот человек в течение вот этого полутора годов не встанет крепко на ноги и не остановит всех остальных, то тогда в условиях таких тяжелейших вызовов и ответов на них, как украинский вызов и сирийский, мы потеряем людей, у нас просто вот никто ничего создать не будет, останется один крупняк госкорпораций, вы будете с ними разбираться вечно, кто там кому что должен. Они же кредиты-то берут большие, а потом вы с ними разбираетесь. Кредиты? Да, перекредитованные все. Ну, все крупные госкорпорации и крупные монополии расширяются по нормальной рыночной схеме. Они перекредитовываются. И они всегда берут кредиты. Но в тот момент, когда экономика валится, наступает час че, и оказывается, что если пришли санкции и перекредитоваться невозможно, они идут к вам. Малый бизнес никогда к вам не пойдет, ничего вас не попросит, все сделает сам. Но ему нужна атмосфера, когда он понимает, что креативный, воспитанный, образованный, культурный, не агрессивный человек, воспринимающий мир по-человечески, нужен стране. Вы еще в правительстве пытались этим заниматься? Да. Значит, это и после этого предпринимаются постоянные усилия для того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, программы вырабатывать. Сейчас я не буду все это повторять. Там их на самом деле очень много, элементов льготирования, поддержки. Наверное, это тоже недостаточно. Конечно, вы действительно ездите по стороне, общаетесь с людьми и чувствуете, что происходит на местах. Но давайте этот анализ, я его, конечно, использую для работы с коллегами, для того, чтобы подтолкнуть к каким-то конкретным направлением. Правильно? А так вы правы, конечно, что же я вам скажу. Вы правы. Пожалуйста.